Вот уже четыре года комиссия по работе с молодежью правкома Рафиадсвнеев проводит благотворительную акцию «Новогодняя сказка». Ее цель – исполнить мечты воспитанников детских домов. В этом году у акции два направления. Во-первых, активисты собирают пожертвования для Потьминского психоневрологического интерната. Там нужна помощь реальной, вещами, которые жизненно необходимы. Туда мы в основном отводим памперсы, лекарства. У нас уже традиционно сложилось, что КБ-50 помогает нам в закупке лекарств молодежной комиссии КБ-50. В этом году уже тоже пакеты готовы с лекарством. Мы обязательно отвезем. Покупаем туда соки, покупаем туда йогурты. То есть там вот вещи первой необходимости. Также Потьминскому интернату нужна стиральная машина. Основную сказку готовят воспитанникам Богоявленского детского дома. Ребята написали письма с пожеланиями, отправили в Саров. Организаторы упаковали их в красивые конверты и повесили на елку. И теперь любой желающий может выбрать письмо и исполнить заветную мечту ребенка. Часто бывает так, что привозят одинаковые подарки, привозят одинаковые вещи. И нет индивидуальности у детей. А тут каждый может попросить, о чем он хочет. Да, сумма оговоренная, она изначально установлена каждый год, она разная. Ну, как раз инфляцию никто не отменял. Поэтому она немножко растет. Но сумма оговоренная для каждого подарка. То есть в этом году это полторы тысячи рублей на каждое такое письмо. Светлана рассказала о том, что практически каждый год к ним приходят послания от уже взрослых ребят, которые пишут о том, что не хотят зарослеть и просят подарок-игрушку. Например, в этом году юноша просил машину на радиоуправлении. Девушки мечтают о стильных нарядах. Бывают письма необходимости, так как мы их называем. Вот в этом году это пауэрбанки в связи с тем, что школы перешли на дистанционное образование. И, естественно, все дети учатся. А компьютеров, ну, мы с вами прекрасно понимаем, что в детском доме на каждого ребенка не будет. Они все сидят с телефонов. Сидят с телефонов, телефоны быстро разряжаются. Поэтому пауэрбанки стали, ну, просто необходимостью. Очень много таких писем, которые вот с этой просьбой. Эта акция не только для членов профсоюза ядерного центра. Свой вклад может внести любой желающий. В этом году к новогодней сказке присоединился предприниматель Виталий Зюкин. Более 10 лет он оказывает помощь самым незащищенным категориям – детям, пенсионерам и инвалидам. Виталий не стал ограничиваться одним подарком. Бизнесмен привез 22 шоколадных набора. И теперь каждого ребенка в детском доме под елочкой будет ждать сладкий сюрприз. В этом году мы решили приобрести самые вкусные конфеты, какие только есть на российском рынке. Этот вкус – это вкус из детства, те конфеты, которые мне дарили в детстве на Новый год. Мы хотим, чтобы наши дети, они тоже знали этот вкус. Акция «Новогодняя сказка» продлится до 20 декабря. Затем в Путьму направят собранные средства. А в ПГ Евленский детский дом отвезут все переданные подарки. Чтобы присоединиться к акции, нужно позвонить по телефону 2-12-98. Екатерина Опенова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.